Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Мощная социалка, депутат Госдумы Андрей Макаров раскрыл подробности формирования федерального бюджета. Запах, который мешает жить. В одном из рязанских домов на протяжении нескольких лет пахнет краской. Операция «Автобус». Рязанские госавтоинспекторы проверили пассажирские перевозки. С 2017 года расходы федерального бюджета на здравоохранение возросли на 78%. Например, в прошлом году эта сумма составляла 4,9 трлн рублей. В этом году уже было израсходовано более 4,5 трлн рублей. При этом год еще не оконченный. В бюджете добавлено 600 млрд рублей. В 2022 году на здравоохранение заложено 5,2 трлн рублей. Об этом сегодня журналистам заявил депутат Государственной Думы России от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, поддержка регионам в следующем году будет самой значительной. Рязанская область в этом смысле тоже в накладе не останется. Послание президента федеральному собранию при формировании федерального бюджета, безусловно, приоритета. Программу социальной поддержки населения уже можно назвать беспрецедентной. И дело здесь не столько в плане финансов, сколько в охвате всех слоев населения. Очень важно, чтобы бюджет страны обеспечивал развитие экономики, потому что выполнение обязательств перед людьми тесно связано, как развивается экономика. Мы сегодня вышли на допандемийный уровень. То есть экономика страны восстановилась. За счет восстановления экономики, получения дополнительных доходов, мы можем решать эти задачи. Но при этом очень важно. Президент говорит, вот мы получили первые дополнительные доходы, на что они должны быть направлены. На поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Поддержка региона в следующем году будет самой солидной за все время. На нужды субъекта федеральный центр направит больше трех триллионов рублей, а это почти седьмая часть всего бюджета страны. Что касается Рязанской области, то если говорить о базовой, заложенной в бюджете сумме, то это больше двадцати восьми миллиардов. Это то, что железно. Понятно, что будут дополнительные вливания, но даже эта цифра – абсолютный рекорд. У нас было по сравнению с 2021 годом, а там было 20 миллиардов, должна была получить область, примерно 700 миллиардов рублей, 20 миллиардов 700 миллионов рублей, около того вот такая сумма, то у нас сейчас 28 с лишним, 28 миллиардов, 211 миллионов или 213 миллионов на самом деле рублей, которые получает область, я повторяю, в законе о бюджете. Как вы видите, область получит федеральные поддержки с точки зрения планов в бюджете, вот то, что в бюджете уже заложено, то, что они уже точно есть, область получит на 7,5 миллиардов больше, чем она получила в прошлом году. Больше половины прибавки, около 4 миллионов, под реализацию нацпроектов. Дорожное строительство заявлено еще одной главной темой, только на региональной и местной дороге. С федеральной казны с 2021 года Кремль начнет ежегодно направлять по 50 миллиардов рублей. Вот только к деньгам этим, по словам Андрея Макарова, неплохо бы добавить и качество дорожного покрытия. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани продолжают воровать люки. За последние два месяца в городе украдено по меньшей мере 175 чугунных кругляшей, принадлежащих водоканалу. Все они, скорее всего, были сданы в пункты приема металла. Но страшнее всего то, что в открытые люки периодически проваливаются люди. Один из последних случаев произошел в поселке Шлаковый. ЧП зафиксировала одна из камер наружного наблюдения на улице Пугачева. В темное время суток мужчина провалился в открытый канализационный колодец. По предварительной информации, пострадавший получил вывих плеча. Это далеко не единственное происшествие подобного характера. Чугунные люки воруют регулярно, несмотря на то, что каждый из них весит в среднем 35 килограммов. В пунктах приема металла с каждого люка воры получают порядка тысячи рублей. Вот и получается, что только за последние два месяца нарушители заработали почти 200 тысяч. В то же время водоканал методично меняет все украденные люки, неся при этом незапланированные финансовые расходы. Впрочем, в муниципальном предприятии выход из ситуации нашли кардинальный. Уже проработан вопрос, и мы приобретаем крышки не чугунные, а из железобетона, которые, как правило, используются на зеленых зонах. И приобретаем крышки на полимерной основе. Они используются на внутриквартальных территориях. Это сведет к минимуму воровство, потому что данные материалы не принимаются в пунктах черного металла. Поэтому надеемся, что с использованием данных материалов кражи будут минимизированы. Все украденные за последние два месяца люки уже заменены на железобетонные и полимерные. Так что похитители теперь остаются не у дел. Нынешние крышки для сдачи в пункты металлолома непригодны. Впереди масштабное обновление всех колодцев в городе. Примечательно, что канализационные крышки зачастую воруют даже не на окраинах, а на центральных улицах города. А вот сообщают о происшествиях в основном неравнодушные рязанцы. В первую очередь нужно обращаться в диспетчерскую службу водоканала. Это 410125-410126. Наш сменный инженер примет данную заявку, выйдет бригада на место и определит принадлежность к колодцу. То есть оперативно он будет накрыт. В случае, если неизвестно, к какой из организаций принадлежит открытый колодец, необходимо сообщить о пропаже люка в городские службы. Все выходы на поверхность расположены на инженерных коммуникациях. Они могут относиться к теплосети, электрическим сетям, газовым и другим службам. В администрации города определят, кто ответственный за конкретный колодец, и ситуация будет исправлена. Чем скорее будет установлена новая крышка, тем в большей безопасности будут рязанцы. Все колодцы, они разной глубины. Есть немного мельче, есть глубже. Но в любом случае, каждый открытый колодец, он опасен для людей. Особенно это в темное время суток и вблизи жилых массивов и соцобъектов. Там, где большое скопление жителей, детей, подростков. Понятно, что от случайности никто не застрахованный от падения. Взияющую черноту колодца тоже. Те, кто продолжает воровать чугунные люки, должны помнить о том, что провалиться в канализацию могут и их близкие – дети, родители, друзья. Хлопот будет явно больше, чем на ворованную тысячу рублей. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жители дома на Гагарина 156 «Корпус-2» на протяжении нескольких лет страдают от сильного запаха краски из подвального помещения. Все обращения в управляющую компанию остались безрезультатными. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Здесь люди даже не разговаривают. Они не умеют говорить, понимаете? Они не умеют говорить. Они врут и врут. Я женщине спрашиваю, у вас здесь краска есть? Нет-нет-нет, что у женщин? Ну что, я слепая, что ли? Запах аммиака, растворителя и малярной краски. Все эти ароматы местные жители вдыхают у подвала на улице Гагарина 156 «Корпус-2» уже без преувеличения пару лет. Все обращения и жалобы в управляющую компанию «Городская роща-1», как говорят жильцы, игнорируют. И, похоже, ничего криминального в стойком запахе краски не видят. Никто не слышит и главное, что игнорируют и врут. Нарушают все правила техники безопасности. Все правила. Мы будем обращаться в охрану труда, в правительство Рязанской области. Но, в первую очередь, мы обратились к вам, чтобы вы нам помогли. Помогите нам, пожалуйста. Потому что мы рискуем своей жизнью. У нас больные люди живут. Я сама инвалид. На момент наших съемок это помещение было закрыто изнутри. По мнению жителей, в нем находились те самые рабочие, которые разгружают и, видимо, там же размешивают краску. Я неоднократно вызывала газовщиков. Приезжали, говорят, это не газом пахнет, а пахнет краской с подвала. А этот подвал кому принадлежит? Нет, это наш собственный. У нас даже разрешение не спросили, чтобы пользоваться этим подвалом. И мы не вправе зайти, посмотреть, за что мы платим. Управляющая компания «Городская роща-1» не знает. Или делает вид, что не знает о том, что в их доме располагается самая настоящая лакокрасочная артель. Главный инженер управляющей компании, оказывается, даже не знал о массовых жалобах. Ну или, может, слукавил на камеру? Ну, давайте мы проведем обследование данного подвального помещения и дальше примем меры. Ну, вы сами знаете экологическую ситуацию в городе Рязани. Тут постоянно пахнет аммиаком, сероводородом. Причину, я так понимаю, никто найти на данный момент не может. Ну, на данный момент пройдем обследование и дальше примем какие-то меры. Вот только открыть дверь подвала для нашей съемочной группы представитель управляющей компании отказался. Якобы рабочий день закончен, приходите завтра. Сергей Веселов добавил, что, дескать, все претензии не обоснованы. Для нужд управляющей компании такие объемы краски просто не нужны. Объемы управляющей компании не такие огромные, чтобы завозить краски тоннами, кубами, большими фурами. Вы сами видите, мы ремонтируем подъезд. Стандартная пятиэтажка входит порядка 30 килограммов краски. Ну, от 30 до 50. Зависит от состояния подъезда. То, что, ну, давайте, когда приводят эти машины, пускай собственники звонят в полицию, диспетчерскую, куда-нибудь. Эти вопросы надо решать. Жители дома по улице Гагарина намерены обратиться в прокуратуру для проверки. В помещении, по их словам, находится электрощитовая. Вместе с краской и любой другой легковоспламеняющейся жидкостью в подвале это все создает гремучую смесь и ставит под угрозу жизни обитателей всего дома. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Пассажирские перевозки всегда под особым контролем госавтоинспекции. Большое внимание дорожные полицейские уделяют безопасности и здоровью граждан. По этой причине сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды под названием «Автобус». Целью мероприятия является снижение аварийности. Сегодня на конечной 95-й маршрутке не до отдыха. Водители протирают свои железные колесницы от грязи, готовят огнетушители, прикладывают под руку аптечку. В отдельных файликах у них лежат документы как на перевозку, так и личные. Именно такой набор и спрашивает сотрудник госавтоинспекции. Сегодня по городу и области на конечных остановках проходит профилактическая операция «Автобус». Сотрудники госавтоинспекции очень большое внимание уделяют общественному транспорту, так как, конечно же, именно в нем перевозится наибольшее количество людей и безопасность людей превыше всего. На этой неделе в ходе операции «Автобус» регулярно на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, где выявляются нарушения. Нарушений, правда, немного, но уже парочку административных материалов автоинспекторы составили. А все потому, что проверяют основательно. «Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки». Если аптечка и огнетушитель есть, но они просрочены, то считается, что они отсутствуют. Поэтому все внимание на сроке. Проверяют и водителя. Удостоверение, необходимые документы, наличие техосмотра. А после – работу приборов в автобусе или маршрутке. Например, кнопка аварийного выхода должна при нажатии открывать двери. На этот раз не получилось. Теперь заполняют новый административный материал. Водитель утверждает, мол, еще с утра кнопка работала. Перед выездом все машины осматривают. Водитель экипажа уезжает чинить кнопку, а экипаж ГИБДД меняет место дислокации. С начала года уже выявлено более 450 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов. Четыре транспортных средства и вовсе отправлены на штрафстоянку. До начала операции автобуса уже было составлено 40 административных материалов на должностных лиц, отвечающих за выпуск на линию автобусов и маршрутных такси. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В МЧС России предупредили об усилении порывов ветра в Рязанской области до 25 метров в секунду. Последствия разбушевавшейся стихии сегодня можно наблюдать во всех районах города. В торговом городке упала ель, на улице Весенней поваленное ветром дерево перегородило улицу. Какие еще из сюрпризов ждать от погоды расскажем прямо сейчас. По данным синопсиков, в ближайшие сутки в Рязани области сохранится сильный штормовой ветер. Порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Под влиянием активного циклона запада, прошедшей ночью и утром, на территории нашей области отмечались дожди, местами сильные. Порывы ветра достигали 20-22 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег и снег. Сильный ветер до 20-25 метров в секунду сохранится. МЧС напоминает рязанцам простые правила безопасности в такую погоду. Не стойте под линиями электропередач, деревьями, крышами и рекламными конструкциями. При этом с наступлением календарной зимы температура воздуха примет отрицательное значение. Декабрь начнется с неустойчивой погоды. Будут колебания температуры воздуха, колебания атмосферного давления, временами ожидаются осадки, которые пока еще смешанного типа. Низкое давление может стать причиной плохого самочувствия у метеозависимых людей. Перепады температуры, скорее всего, образуют гололед на дорогах. Ночные температуры в начале декабря будут опускаться до 10 градусов мороза. Днем варьируются от 0 до 5 со знаком минус. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. С 29 ноября по 4 декабря свежий улов прямо с кончатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер».